заканчивается первая декада августа и я хочу пригласить вас сегодня в теплицу где с одной стороны у меня растут огурцы а с другой арбузы и дыни хочу сделать просто краткий обзор сегодня 9 августа огурцы приклад прекрасно плодоносят у них здоровая листва никаких болезней нет кстати болезни были в начале сезона и трипсы поселялись кстати я с ними столкнулась впервые потом был паутинный клещ но сейчас растение абсолютно здоровое и дают даже неплохой урожай мы уже много насолили намариновали высадила 6 мелкоплодных и высадила 4 длинноплодных сорта и вы знаете длинноплодники меня очень поражают вот здесь находится сорт нихао я о нем кстати рассказывала в коротком ролике можете посмотреть вот такие длинненькие огурцы их очень много куст не заросший листья конечно очень крупные но они вот так вот буквально с конца июля начали пускать пасынки в разные стороны и везде висят вот такие огурцы урожайность конечно потрясающие посмотрите даже внизу мы думали что там уже не будут формироваться плоды а их просто огромное количество дальше идет сорт который называется белый змей они очень вкусные по вкусу кстати отличаются от зеленоплодных вот лучше их снимать когда они вот в таком виде то есть буквально 30 35 сантиметров когда они не толстые не переросшие они самые вкусные хрустящие ароматные в заготовках просто ну очень вкусные и вот здесь посмотрите сколько этих змеек и они уже пошли на боковых побегах везде висят белые змейки и внизу точно также думали уже не будет но нет посмотрите образуются новые пасынки и опять завязываются огурчики но вот здесь действительно скрутилась белая змея удивительно красивый сорт и вкусный ну а дальше растет огурец китайский долгожитель он действительно долгожитель он начал плодоносить самый первый и посмотрите какие у него плоды просто какие-то бесконечные длинные очень много молодых маленьких только один снимаешь тут же на его месте вырастает с десяток других и внизу точно так же он посмотрите усеян вот такими длинными плодами ну и последний длинноплодник называется анаконда но вот здесь действительно лежит длиннющая анаконда вот здесь тоже внизу как-то не прошел вот молодой побег значит здесь точно скоро будет новый огурчик потрясающая урожайность но здесь у меня высажена еще три растения мелкоплодных огурчиков это кстати хороший сорт который называется все пучком в одном пучке обычно 34 бывает 5 огурчиков просто утром сняла весь урожай но с другой стороны от огурцов растут арбузы у них вот такие листья здесь арбуз уже такой неплохой но времени еще много здесь висит арбуз еще арбузик созревает вот недавно завязался маленький вот здесь уже внизу находится довольно большой арбуз килограмма на 3 даже больше но он еще не поспел ну а дальше пошли дыни у дыни другие листья они очень похожи на огуречные вот такие и здесь тоже вот такая уже солидная дынька я потом все сорта вам обязательно назову покажу здесь же вызревают еще две таких дыни видите какие они это еще мне подвязали тоже уже не маленькая и вот здесь пошли вот дынька вот дынька вот здесь уже вот такая дынька такая чуть больше колхозницы приличная ну а здесь моя любимица фотографируемая элита классная дыня очень ее люблю она по вкусу мне кажется превосходит даже торпеду вот здесь уже дыня вызрела она очень была тяжелая я ее положила на ящик и сегодня придя увидела что она по себе сама здесь не было плодоножка так дальше идем здесь тоже дынька созревает это тоже дыня от элиты но она чуть-чуть не такой вытянутой формы хотя это один и тот же сорт пойдем дальше так но вот здесь вызревают дыньки шамоэ это китайская селекция в прошлом сезоне я попробовала первый раз оставила свои семена это уже из своих семян семена потом будем продавать на нашем канале и вот здесь это все дыня шамоа очень урожайная она бесконечно завязывает плоды если вот так вот подниматься их много достаточное количество вот дынька тоже уже приличного такого размерчика советую вам посмотреть короткие ролики как я формирую дыню но на следующий сезон я конечно обязательно вам подготовлю полный обзор как я вас высеваю семена как я за ними ухаживаю как я их формирую конечно формировать нужно обязательно иначе просто будет одна сплошная ботва ну а вот таких красивых видите какой уже звук не будет ближайшее время я обязательно вас познакомлю с каждым сортом есть сорта любимчики которые я выращиваю из года в год на этом все если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на наш канал пока пока